Отделение диализа при Свердловской областной детской больнице пока единственное учреждение на Урале, где могут принять детей с почечной недостаточностью. С недавнего времени местные специалисты помогают малышам весом всего 2,5 килограмма. О тех, для кого каждый день это борьба за жизнь, Дмитрий Немытов. Ощущения не таких. Может, потому что я привыкла уже за 8 лет. Что такое диализ, Настя Кротова знает в мельчайших подробностях. К примеру, то, что ее кровь за один сеанс до 100 раз проходит через специальный аппарат. Эту процедуру девушка посещает уже много лет, 3 раза в неделю, по 4 часа. Диагноз «почечная недостаточность» – это не приговор, но и не свободная жизнь. Быть привязанным к аппарату искусственной почки нелегко. Получить образование практически невозможно. Поехать в путешествие тоже из разряда фантастики. Вся надежда на пересадку. Других вариантов лечения нет. Поэтому Настя мечтает стать врачом и помогать таким, как она. У меня все равно большое желание, чтобы выздороветь и пересадить почку. Хотя бы отдохнуть от этого времени. Еще один частый гость отделения детского диализа – Вова Слабцов – за 5 лет, что провел здесь, сумел написать целую книгу. Это фантастическая история о четырех друзьях, обладающих сверхвозможностями. Они спасают мир и помогают людям. Сам Вова уже понимает – если почки не выводят воду и соль, ничего хорошего уже ждать не приходится. Почку пересадят, будет, конечно, лучше. Мне все равно придется всю жизнь на таблетках. В аппарате искусственного почка кровь пациента контактирует с диализирующим раствором. Контакт происходит в гемодиализаторе. В процессе этого контакта происходит очищение крови. И потом уже очищенная кровь возвращается обратно пациенту. Подобные отделения детского диализа есть только в Москве, Казани и Новосибирске. Здесь всего шесть аппаратов искусственной почки, но и с помощью них делают 2500 процедур в год. Это позволяет помочь всем пациентам, не создавая очереди. Отделение консультирует больных Курганской, Челябинской и Тюменской областей. С помощью новейшей аппаратуры и методик, таких как биофея почки, здесь ставят диагноз почти 200 детям. А на диализ принимают даже самых тяжелых больных. Эта методика, она жизнесберегающая. То есть в отсутствии этой технологии, при наличии установленного диагноза терминальной стадии хронической почечной недостаточности, пациент погибнет в течение нескольких недель. Поэтому противопоказаний абсолютных к этой процедуре нет. Местные врачи научились делать диализ даже новорожденным младенцем от 2,5 килограмм веса. Это большой научный прорыв. А вот операции по трансплантации делают только в Москве. Да и донорский орган найти нелегко. У детей полная совместимость только с родственниками. Над этой проблемой медикам еще предстоит поработать.